Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить волчицу Роксану из пластилина. А в конце я озвучу имена победителей конкурса, поэтому досмотри видео до конца и узнаешь, кто же выиграл игрушки ФНАФ. Роксана или Рокси Вольф, как ее только не называют, она одна из аниматронных врагов в 5 ночей с Фредди «Нарушение безопасности». Она играет ключевую роль в группе Глэм Рок и впервые была замечена в иллюстрации к фильму «Фредди в космосе 2». По сюжету Рокси необходимо найти потерявшегося мальчика Грегори по приказу злодейки Ванессы. Во время противостояния с ребенком в Роксану врезается карт, который повреждает ее лицо, после чего Грегори забирает ее глаза. Как и остальные роботы из вселенной ФНАФ, Вольф обладает человекоподобной внешностью. У сиреневой волчицы крепкое телосложение, длинные лапы и пушистый хвост с белым пятном на кончике. Волосы Роксаны светлые с зеленой челкой, глаза желтые, а во рту острые зубы. По характеру волчица – уверенная в себе героиня с высокой самооценкой. Несмотря на свою стойкость, аниматроник мечтает, чтобы ее тоже любили дети. Поэтому в одном из игровых эпизодов Роксана плачет, убеждая себя в том, что она не лузер. Многим геймерам понравилась неоднозначная личность антагониста Роксаны. Пользователи соцсетей увидели в эгоцентричном аниматронике ранимого персонажа с грустной историей. Некоторые игроки ФНАФ прониклись в симпатии к злодейке Роксане. Пользователи сети решили, что волчица недостойна такого жестокого и печального конца. По их мнению, Вульф – одна из немногих аниматроников, которые в самом деле испытывают человеческие эмоции. В нелюбимой всеми героине геймеры начали узнавать себя. Со слов комментаторов Роксана, как и многие люди – противоречивая личность, которая ведет себя дерзко и самоуверенно, но внутри страдает от своей никчемности. Часть фанатов предположили, что у всех героев ФНАФ есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем. Это делает Вульф и других персонажей ближе к реальным людям. Но были и те геймеры, которые считали, что в действительности самооценке волчицы можно только позавидовать. Для многих пользователей соцсетей уверенная в себе Роксана стала примером для подражания. Другие поклонники волчицы аниматроника начали создавать ироничные ролики, сравнивая свой характер с героиней ФНАФ. Грозный характер Роксаны Вульф не отпугнул игроков, а наоборот, сделал из аниматроника персонажа, полного эмоций и чувств. Пользователи сети стали невольно ассоциировать себя с эгоистичной и самовлюбленной героиней, под маской которой они увидели надломленную и несчастную личность. Свои первые впечатления о Рокси можете написать в комментарии под этим видео. Будет интересно почитать и ваше мнение об этом персонаже. А еще я решила запустить рубрику «Вопросы от подписчиков». Поэтому делись этим видео со своими друзьями и пишите свои вопросы в комментарии под видео. Если, конечно, хочешь попасть в следующий ролик и услышать ответ на свой вопрос. Итак, начнем. Первый комментарий включает в себя целых три вопроса. Отвечу на один из них. Например, сколько времени я уже леплю. Так вот, любовь к пластилину у меня появилась лет с пяти. И, собственно, с этого возраста я не переставала лепить. Следующий вопрос. Как я планировала изначально назвать свой канал? Был вариант «Королева пластилина», но звучало, мягко говоря, пафосно. И я придумала название «Лепка ОК». Где я живу? Я из Украины. Да-да, те, кто уже давно смотрят мой канал, знают, что ранее в кадре появлялся капхед. Но потом я решила его отправить на пенсию. И теперь он просто стоит на полке. Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос – это когда я покажу вам свое лицо. Я вот даже об этом и не думала. Возможно, покажу на один миллион подписчиков. А вы бы хотели увидеть, как я выгляжу? Пишите в комментариях, да или нет. Моему каналу один год и девять месяцев. Мне двадцать четыре года. Я никогда не служила в армии, даже и не представляю себя с оружием. Есть ли у меня парень или муж? Да, я замужем. Почему я захотела лепить? Ну, я просто люблю лепить. И мне кажется, что у меня неплохо получается. Классная идея, может быть, как-то слеплю. Если часто участвовать и выполнять все правила конкурсов, то есть шанс выиграть. У меня нет детей. На моей аватарке банан, потому что я очень люблю бананы. Я леплю из детского воскового пластилина. А когда мне нужно много черного или белого, то использую скульптурный пластилин. Пока я не планирую переходить на другие материалы. Я когда-то пробовала лепить из глины, но мне нравится пластилин. Монтировать видео всегда сложно. Интересный вопрос. Почему я решила завести канал? Дело было во время карантина. Я сидела дома и заняться особо было нечем. От скуки я начала лепить. А потом решила снять процесс лепки и залить на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Волчица Роксана по игре «ФНАФ» готова! Если понравилась фигурка, ставь лайк и пиши в комментариях, кого мне слепить в следующем видео. А также не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А вот и ники победителей из прошлого видео. Вадим Самарин и Смешнавка Ютуб. Поздравляю вас! Вы получаете от меня бесплатные экшн-фигурки по игре «ФНАФ». Для этого напишите мне в группу ВК или Инстаграм. Все контакты для связи со мной будут в описании под видео. Смешнавка Ютуб. Смешнавка Ютуб.